Это Людмила. За все время, что прошло с начала 2022 года, с февраля, то есть после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, популярность выше среднего у материалов, включая выпуски нашего подкаста, с попыткой ответить на вопрос, кто в России это поддерживает, что это за люди, чем руководствуются, а кто против. И как те, кто против, с этим существуют? Это явно не какие-то стена не уехавших по поводу того, что есть мы красивые, а есть они такие-сякие оставшиеся. Потому что, во-первых, по цифрам видно, что не только уехавшие, но и остающиеся в России хотят понять общество в стране, людей, с которыми живут рядом. Во-вторых, а это и было во-вторых, непонимание, невозможность понять при помощи собственного опыта, как люди поддерживают войну и или существуют рядом с ней, вызывает у многих большой интерес. Осенью 2022 года в трех российских регионах социологи из лаборатории публичной социологии провели исследование на этот счет и попытались в очередной раз на эти вопросы ответить. Сегодня мы поговорим о результатах этой работы. Напоминание перед началом разговора. Лайки, комментарии и подписки — это отличный способ помочь распространить этот подкаст, безопасный даже для тех, кто находится в России. Не пренебрегайте, пожалуйста, этой возможностью. И второе. Все, что вы слышите, а также читаете и смотрите на «Медузе», создано благодаря поддержке примерно 10 тысяч регулярных жертвователей, людей, которые финансируют работу редакции и формируют значительную часть бюджета «Медузы». Если вы среди этих людей, личное, персональное, отдельное спасибо. Мы держимся благодаря вам. Рад представить Олег Журавлев, исследователь лаборатории публичной социологии. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы говорим о третьем аналитическом отчете о восприятии войны россиянами, который вы и ваши коллеги сделали. И сперва корректно говорить «этнографическое исследование, не социологическое». Почему? Этнографическое в плане метода. Вообще этнография — это метод, а не дисциплина. Этот метод применяется и в антропологии, и в социологии. То есть это не интервью, которое все-таки является искусственной ситуацией. Это когда исследователь стремится вжиться в сообщество, которое он изучает, и наблюдать за ним. И введет дневники очень подробно. Они поехали в Бурятию, в Свердловскую область и в Краснодарский край. Всего они там жили по месяцу. Половину времени они жили в крупном городе, половину месяца в селе или в маленьком городке. У них действительно были разные стратегии, как выжиться в сообщество. Но это просто зависит от личного темперамента и от стечения обстоятельств. Так что это не так уж, наверное, и важно для города. Что важно? Каким был приоритет? Какой материал нужно было получить? Нам важно было понять, происходит ли какая-то солидаризация общества или, скорее, атомизация. Нам важно было понять, как меняются отношения к войне, потому что мы это делаем уже в третий раз и можем сравнивать. Нам было важно понять, что этнографический метод, то есть наблюдение за живыми разговорами о войне, дает нам понять такого, что нам не дает интервью и фокус-группы. Важно было понять, есть ли какое-то отличие между Москвой и Питером, которые мы изучали раньше, и российскими регионами, российской глубины. Вот такие вопросы были. Я понимаю, что когда мы читаем книгу о русском севере, и там описываются поверья начала XX века до индустриальной эры и какие-то представления, в том числе, о войне, нас этот метод устраивает. Но когда мы по поводу современников открываем материал с заголовком «Отношение россиян к войне», а видим качественные исследования, это же относится к тем самым интервью, фокус-группам, ну, чувствуются некоторые разочарования. Во всяком случае, у меня все понимаю, но полагаю, что специфика образования и вообще вот этот масштаб, а что же думают массы, мнение большинства, не может не влиять, и все время хочется уточнить, поэтому не постесняюсь этого стыдного вопроса. Почему, глядя на аналогичные исследования, можно говорить, что они ирелевантны, полезны, они нам что-то сообщают, и если вам не трудно, обозначите их место, в том числе в отношении к большим опросам, например, к Левадовскому. Ну, смотрите, опросы вообще, особенно в авторитарных странах и особенно во время войны, на них нельзя полагаться. Ну, что это значит? Что там, если человек говорит, там, я поддерживаю специальную военную операцию, может быть, он не хочет говорить правду, если он противник, или он просто конформист и не хочет выбиваться из общего мнения. К тому же у нас есть уголовные преследования за критику войны. Вот, но важно даже не это, важно то, что из-за того, что российское общество довольно аполитично, у россиян нет привычки иметь мнение по поводу политики, поэтому мнения по поводу войны у большинства россиян нет, а опросы измеряют как бы мнение. То есть это вот особо неудачный метод в данном случае. И Левада, к тому же, очень пристрастный центр, который задает вопросы так, чтобы доказать, что, значит, люди там со сталинизма российским не менялись, у них там тоталитарное сознание, двойностное и так далее. Но на самом деле интересно, что тем не менее что-то опросы показывают. Например, многие опросные команды экспериментируют с вопросами, да, то есть они задают вопросы, например, там, вы поддерживаете, а вы там куда-нибудь донатили российской армии, а вы за кого голосовали. И если вот три условия, например, выполняются, уже можно сказать, что да, человек скорее сторонник так называемой спецоперации. И интересно, что во всем мире считается, что опросы особенно ненадежны в авторитарных режимах и военное время, но в России возникли новые команды, которых раньше не было опросов, да, и там и Хроники, и Russian Field, у них интересные результаты, вот, и они много всего показывают. Но это не прямой доступ к реальности, да, а скорее вот интересно, что была такая цифра, а потом стала такая. Вот это изменение важно зафиксировать. Падает поддержка войны или растет. Но что это конкретно значит, мы не знаем. А почему это что-то значит, ну, ответ простой, потому что действительно происходят большие перемены в обществе. И социология появилась как наука, на самом деле, в конце 19-го, в начале 20-го века, потому что происходили большие перемены. И дисциплины другие, их не могли объяснить, да, там, ни политэкономия, ни философия. Потребовалось что-то другое. И поэтому, как бы все ни было плохо, трагично и ужасно, в каком-то смысле большие перемены военного времени — это и шанс для социологии, и для российской, и для постсоветской в целом, чтобы как-то заново родиться, потому что нормальной науки социальной у нас не было, в общем-то, никогда. — Отлично. Я думаю, что специалисты простят мне этот глупый вопрос, а не специалисты, может быть, оценят то, что вы это объяснили и место это обозначили. Давайте поговорим еще немножко про поле. Я, честно скажу, когда ваш отчет читал, я с особым интересом читал то, что связано с Уралом, с небольшим городом, который у вас в целях безопасности назван Черемушкин. В реальности такого города не существует в Свердловской области. Я, мне кажется, знаю, о каком городе идет речь, я его, во всяком случае, узнал. Мне было в этом месте любопытнее всего, но если вы расскажете про три точки, в которых происходило исследование, будет интересно. И, в частности, если вы про Черемушкин расскажете, почему был выбран он, и удалось ли, как вам кажется, отразить представление вот этого небольшого городка. Черемушкин — это маленький город, и город довольно бедный. Более того, нашей исследовательнице удалось там пообщаться с представителями рабочего класса, его, может быть, низшей прослойки, автомеханики, официантки, посудомойки, повара. То есть это было очень интересно. Маленький размер города и то, что город очень бедный, позволил нам выявить классовую критику войны. Даже люди, которые декларативно поддерживают российскую армию, сочувствуют России, тем не менее, они говорят, что вот, например, война, плодит бедность, будет много инвалидов, и государство не справится. Они сами имеют опыт незащищенности, опыт бедности, и они понимают, что государство не всегда может им помочь. И они боятся того, что эти проблемы, которые они пережили в своем личном опыте, будут масштабированы до размера страны. В Бурятии наша исследовательница была в столице Улан-Уланде и в селе. Благодаря Бурятии мы смогли наблюдать за волонтерками, которые плетут маскировочные сети и шьют одежду для российских военных. Это было очень интересно. И, наконец, в Краснодарском крае был Краснодар и еще два небольших населенных пункта. Один курортный и один индустриальный. Там близко фронт, поэтому просто было интересно узнать про жизнь мест, где недалеко проходит граница с Украиной. Что там, там и там говорят? Нет, я могу прочитать общие выводы, но любопытнее пока вот эта разбивка по трем точкам. Много всего говорят. Нет такой вот специфики, что в одном городе говорят одно, там в другом другое, в третьем третье. То есть специфика есть, да, но она не определяет всего. Ну, различие вот, значит, я сказал, что в Черемушкине есть классовая критика войны, потому что там нам удалось пообщаться с самыми бедными людьми. И это очень интересно. То есть очень интересно, насколько сильна вообще вот эта экономическая критика войны. Да, она сильна везде, но в таких местах особенно сильна. Что интересно, например, в Краснодарском крае? Что люди начинают по-другому думать об Украине, потому что рядом проходят границы. Например, кто-то говорит, раньше нам казалось, что это где-то очень далеко. Другая страна. А теперь нам кажется, что это близко, это через нашу границу, нам не все равно. И на самом деле вот это переосмысление границы важно для национализма, империализма вот таких вот больших вещей, которые могут отражаться в повседневном опыте. В Бурятии очень интересно то, что наши собеседники очень лояльны государству, потому что там разные сторонники радикального деколониального решения для России надеются на ее распад. Вот по Бурятии видно, что предпосылок для этого нет. Никто не любит войну. Тем не менее, есть какая-то вот приверженность России. Мужья на фронте, поэтому мы им помогаем, плетем сети, ждем мира, стараемся не грустить. Вот такой настрой. Я хотел бы прочесть, может быть, это займет сравнительно много времени, но мне кажется, не бесполезно. Основные выводы, которые, собственно, вы и ваши коллеги в самом же отчете и сформулировали. Основные выводы, этнографическое исследование, проведенное осенью в трех регионах России, Бурятии, Краснодарском крае и Свердловской области, выявило следующие тенденции. Первое. Российское общество остается политически демобилизованным и деидеологизированным. Вопреки распространенному мнению о его стремительной милитаризации, и мы видим, что война становится привычной и поэтому незаметной частью реальности. Например, по сравнению с первым годом войны, во всех трех регионах сокращается количество провоенной символики в публичных пространствах. Война не становится источником новых идей в культурной жизни городов и сел, встраиваясь в привычные и уже обкатанные культурные форматы. Войну не обсуждают в общественных местах и за редкими исключениями в местных интернет-сообществах. Второе. Участие людей в различных видах военного волонтерства и коллективной помощи армии, которая обычно упоминается в качестве примера мобилизации и милитаризации российского общества, обычно связано с административным давлением, моральными нормами сообщества, касающимися взаимопомощи, или желанием помочь близким, а не со стремлением приблизить победу России. Третье. Конфликтность в отношениях между противниками и непротивниками войны постепенно сокращается, а между теми, кто остался в России, и теми, кто уехал, увеличивается. Это происходит как потому, что совместное опыт проживания и непростой ситуации внутри страны становится для многих россиян важнее различий во взглядах, так и потому, что люди меньше обсуждают войну. Четвертое. При этом уменьшение конфликтности в отношениях между противниками и непротивниками войны далеко не всегда приводит к росту сплоченности общества. Поскольку люди стараются жить так, как будто войны нет, а государство не говорит о потерях и проблемах, связанных с войной, то все негативные последствия войны или нормализуются, или вытесняются в область личных трудностей, которые не с кем обсудить и с которыми каждый вынужден справляться самостоятельно. Пятое. В то же время у многих усиливается национальная идентичность, а иногда появляется запрос на большую солидарность. Важно, что усиление национальной идентичности не приводит к усвоению россиянами официального имперского национализма. Отличие от Кремля, простые люди живут в мире национальных государств, а не в мире имперских фантазмов, согласно которым Украина не настоящее государство, а украинцы неполноценный народ. Шестое. Аполитичные, оправдывающие войну жители России, становятся более критичными и все больше сомневаются в официальных объяснениях конфликта. Их критика отличается от критики противников войны, но тоже имеет моральную природу. Для противников вторжения война является моральным преступлением против Украины, тогда как для аполитичных россиян война разрушает моральные устои российского общества, целостность семьи или ценность человеческой жизни. Седьмое. Вне зависимости от взглядов на войну, многие россияне все с большим недоверием относятся к политическим новостям из самых разных источников. Вместо этого они доверяют местным СМИ, локальные проблемы и новости, освещаемые этими медиа, кажутся им более важными и актуальными. Люди не верят в то, что они могут на что-то повлиять, поэтому не хотят смотреть новости о войне и говорить о ней. Восьмое. Ощущение неопределенности. Вот что по-настоящему объединяет россиян сегодня. Несмотря на то, что люди вырабатывают разные стратегии для того, чтобы справляться с этим чувством, оно все равно значительно затрудняет возможность планирования своей жизни и ввергает россиян в пессимизм. Ух, ваше внимание из сказанного, что привлекло и что было для вас сюрпризом, потому что, честно говоря, я когда прочел весь документ, я узнал общество, в котором долгое время прожил, узнал соотечественников, узнал небольшой город, в котором родился и вырос, из которого ехал поступать в университет. Вообще вот удивительной на самом деле является сама тема нормализации ненормального, да? И она сопровождает, честно говоря, российскую историю там последних 15 лет. У нас было политичное общество и технократический режим, и постепенно этот режим из жуликов и воров, да, превращался в режим идейных консерваторов, которые готовы вести войну, применять массовые репрессии и резко менять экономический курс, например. И вот все время казалось, ну, там кого-то побили на митинге, да? Плохо, ну ладно, еще ничего, там, отравили Навального. Это уже кошмар, но еще все-таки там... А потом, значит, массово кого-то посадили. А потом, ну, война началась. Но вроде не война, а спецоперация, да? И вот так вот можно продолжать долго, да, что там, ну, ядерный удар. Но не стратегически там, а тактическое оружие. И на самом деле видно, что вот сейчас это, скажем так, диалектика нормальности и ненормальности, она вот достигла какого-то нового уровня. На второй год войны. То есть война была чем-то ужасным и экстраординарным, но именно из-за этого, чтобы о ней много не думать, нужно вот ее как-то опривычить. Она просто идет на фон. Да, она сопротивляется опривычиванию, потому что где-то прилет, где-то кто-то погиб на фронте, где-то какие-то новости. Но все равно люди стараются ее вытеснять на периферию своего сознания. И это не так уж сложно, потому что сам режим, который все время опирался на апатию, пытается всеми силами разделить силы фронта в России. Как Путин сам говорил, у нас идут вернисажи, выставки, очень хорошо. Тем не менее появляется вот какая-то большая сплоченность, появляется новый экономический курс, киньсянский, да, вот на фоне довольно срового, неолиберального курса, который был в России. Это тоже как бы что-то более нормальное, да. То есть есть общая вот такая удивительная линия, вытекающая из нашего исследования, что происходит с одной стороны нормализация кошмара и всего экстраординарного, и появляются в принципе в тылу какие-то нормальные вещи, которых в России раньше не было, несмотря на что-то глубоко преступное и ненормальное происходящее на фронте. Вот это интересно. Для меня лично было важно вот что увидеть в наших новых материалах, что у россиян усиливается идентичность национальная, то, что можно назвать банальным национализмом, когда люди больше испытывают эмоции от поднятия флага, от каких-то символов, при этом они, может быть, не являются идейными националистами, и не являются частью какой-то сплоченной социальной структуры. И этот национализм не имеет ничего общего с официальным кремлевским имперским национализмом. То есть вот эта риторика Кремля, что мы воюем за наши исторические земли, что Украина неполноценное государство, что украинцы это не отдельный народ, а как бы часть русского народа, все это людям глубоко непонятно. То есть это означает, что Кремль и обычные россияне живут в абсолютно разных мирах. Кремлевская элита живет в мире открытого имперского пространства, где граница России, как Путин сказал, нигде не заканчивается. Обычные россияне живут в мире национального государства, в мире, где границы между государствами являются чем-то очень привычным и не требующим дополнительного пояснения. И они все время говорят, ну зачем нам тратить деньги на этот Мариуполь? Потратили бы на саму Россию, да? Или, ну мы там вроде защищаем русских, хотя подождите, какие там русские? Это же Донецк, Луганск, это же Украина. Пусть они там сами с собой разбираются. Вот таких высказываний очень много. Кстати говоря, именно этнографическое наблюдение позволило увидеть, как люди как бы сами себя поправляют. Начинают повторять за новостями, а потом сбиваются и говорят, да нет, да зачем этот там наркоман Зеленский вообще все это начал, а зачем Путин полез защищать этот Донбасс? Кому это надо? Пусть там они сами все решают в своей Украине, а еще и к нам поедут. В Ростов, там в Краснодар. То есть, если немножко экстраполировать, то можно было бы сказать, что вот россияне стали более националистическими, но при этом имперский национализм, официальный, кремлевский, не приживается, он плохо освоен, он непонятен для людей. И это на самом деле способствует и сочувству к Украине. Они говорят, ну как Украина может сдаться? У нее же оттяпали территорию. То есть, типа, а какое государство вообще с этим смириться? Ну, мы понимаем. Мы понимаем, потому что мы живем в одном государстве, а они живут в другом. Вот это был интересный вывод. На самом деле, выводов много и интересных. Ну, вот давайте я пока остановлюсь на этих двух, а вы, ну, давайте вопрос дальше. Я понимаю, что очень соблазнительно попытаться сравнивать то, что говорит пропаганда и Владимир Путин, как он относится к людям, и как он может сказать, ну, ваш сын, конечно, погиб, ну, некоторые отводки умирают, а тут-то он в 20 с небольшим не зря погиб, жизнь прожил не просто так, не прожил жизнь, будто перелистнул страницу. Нет вот этого пренебрежения, что ли, к человеческой жизни, подразумеваемое, ну, наверное, он хочет, чтобы так это звучало, что есть некая великая цель, великая идея, ради которой можно погибнуть. Нет этого. Есть очень уважительное к человеческой жизни, причем со всех сторон, да, сочувствуют и украинцам тоже, люди, которые говорили с вашими исследователями. Есть вообще понимание ценности жизни нормальной, бытовой, такой, если угодно, мещанской, спокойной, обычной, что нужно жить достойно, хорошо, если у тебя семья, хорошо, если тебе платят. Если заплатили за погибшего, ну, хоть что-то. Да, жена одного из убитых нашла себе уже нового молодого человека, машину, да, там, кажется, купила, с долгами рассчиталась. Ну, а что еще делать? Молодая женщина, куда она должна надеяться? Что, зарыться вместе с ним в могилу, что ли? Не, ну, дикость какая-то. Очень спокойное отношение, я бы сказал, ко всему происходящему. Тоже вот этот навязываемый дискурс про один народ и про то, что куда мы без Украины? Да прекрасно мы без Украины. Мы без Украины, хорошо, если потратим, опять же, эти средства на нас. Да, нам эти деньги нужны, и нам нравится, что эти деньги вливаются в нашу жизнь. То есть вот это какая-то совершенно ложная дискуссия с официальным дискурсом или с какими-то еще более дремучими, я бы сказал, хотя уж куда более дремучими, чем отечественная пропаганда, представлениями о всеобщем милитаризме россиян. Ничего из этого там не видно. Но есть ли хоть что-то из официального дискурса на ценностном уровне, что россиянами воспринято? Я вот там, честно скажу, не знаю почему, надеялся найти что-нибудь про трансгендерные туалеты и как там еще Путин это называет, про проблематику ЛГБТ, вот про такую ценность, которая вроде бы может иногда срабатывать, даже если человек в это не совсем верит, но вот на уровне символа у него что-то такое установилось, какие-то статусные вещи, отсылки к криминальной культуре. Я ничего из этого не нашел. Если говорить про навязанные вот эти ориентиры, что-то там встречается, что принимается на веру, или там, не знаю, что Америка враг, тоже я этого не увидел, что если б не мы, то нас. Можете напомнить? Потому что я не могу вспомнить. Что усваивается хорошо, так это как раз не имперский, а патриотический дискусс самой элиты, что мы защищаем нашу страну. То есть ведь у самого Кремля есть абсолютно разные объяснялки для войны, потому что Кремль, очевидно, работает для разных аудиторий. И вот если война за исторические земли людям не заходит, то война, чтобы защитить нас от угроз, Людмила воспринимается как-то проще, да? К тому же это совпадает с их некоторой практической заботой о том, чтобы как-то оправдать Россию вот в текущей ситуации, когда постоянно со всех сторон обвинения в преступлениях, в военных преступлениях. Раньше, типа, ты приезжал в другую страну, и ты говорил, I'm from Russia, и тебе говорят, да, там балет Чайковский, Достойевский. Прекрасно. Хорошая страна, хорошая культура, мы знаем. А теперь, как бы, вроде бы не так, да? Россия, например, не ездит за границу, многие, но, тем не менее, они понимают, что Россия находится в изоляции и как бы под огнем критики. И поэтому они могут вообще ничего не знать про войну, не интересоваться этим, но мы заметили, что когда, например, они критикуют, критикуют, критикуют войну, и наши исследовательницы спрашивают, а может быть, вообще стоит вывезти войска, а может быть, и не следовало начинать, вот тут они переключаются из критики в оправдание. Да, мы не начинали. Это там на нас напали, ну там в предельном случае, да, вот, ну или что-то еще. То есть риторика защиты России от внешних угроз, она воспринимается. То, что США, враг, воспринимается тоже гораздо лучше, чем имперский дискурс. Опять же, потому что это более понятно людям, живущим в мире национальных государств. Есть США, и есть наша страна. Они поставляют оружие, они с нами воюют, а мы воюем с ними. Вот так. Вы говорили про вот эту многоступенчатую адаптацию к все более и более вроде бы неприемлемым вещам. Я когда читал, у меня было ощущение, что эта стабильность дается большой ценой. Ну то есть для того, чтобы это не замечать и закрывать глаза где-то, где-то переключать внимание, требует довольно существенных усилий. И чтобы большим облегчением было бы прекращение этого конфликта, у вас сложилось впечатление, что эта адаптация, но она такая очень невротичная, что люди рады были бы расслабиться. Вот закончилось, ну слава богу. Конечно. На фоне даже наших результатов, которые говорят о том, что люди стараются не замечать войну, многие делают ложный вывод о том, что россияне просто равнодушны к тому, что происходит. Все наоборот. Все проделывают большую работу эмоциональную, чтобы войну вытеснить. То есть все переживают, на самом деле, войну довольно тяжело. и это видно и по нашему интервью всех волн сбора данных и по новой тоже, что люди стараются не читать новости, потому что переживают. И вот что еще важно. Не эта волна вторая показала, например, что люди, которые морально осуждают войну, но у них не хватает политического опыта, чтобы стать антивоенными активистами, придумали для себя компромисс, что война плохая, но неизбежна. Они сами создали образ неизбежности войны. А почему они сами это сделали? Саму формулу неизбежности они взяли из прессы, но прессе люди не доверяют. Неважно, там, сторонники войны, противники войны, те, кто смотрят телевизор, те, кто читают интернет, общее мнение, что, в общем, пресса врет, и мы ее читаем не для того, чтобы узнать правду. Поэтому, чтобы адаптироваться к войне и сформировать какое-то мнение, его нужно сформировать самому. То есть не взять его где-то, а сформировать его самому, а для этого нужно тоже проделать большую работу. То есть, если раньше тебе война казалась шоковое событие, а потом ты говоришь нечто противоположное, но она была неизбежна. Но войны часто случаются. Россия всегда боролась с Западом. Когда-нибудь это вылезло в горячую фазу. То есть, вот этот путь от трагической ошибки до неизбежности, он, конечно же, предполагает, что человек сам что-то читает, ищет обоснования, разговаривает с другими, придумывает, и пресса за него эту работу не сделает. Поэтому, в принципе, адаптация к войне действительно требует больших затрат для людей. Можно ли сказать, что по большей части опрошенные воспринимают себя как жертв? Жертв обстоятельств, жертв некой стихии, жертв государства. И они пытаются выжить в условиях гигантского шторма, если угодно. У некоторых действительно есть попытка представить себя как жертв, но это скорее реакция на обвинение в том, что Россия агрессор. Да нет, в основном люди просто пытаются как-то с этим справиться, выжить. У них не стоит вопрос про жертву. Потому что им, в принципе, чужда вот эта постановка вопроса, что если там жертва есть агрессор, они эту войну не так воспринимают. Потому что такая постановка войны, это постановка вопроса о том, что есть страна, которая напала на другую страну. Люди очень критичны к войне, но надо честно сказать, что они критикуют войну не потому, что эта война вредит Украине, а потому, что эта война вредит России. У них критичность на этом основе. Поэтому в принципе такого вопроса про жертву нет. Они считают, что есть издержки, но при этом экономика в России развивается нормально, у нас экономический рост. Более того, у нас перераспределительная политика, новые рабочие места. Так что в принципе нормальная жизнь продолжается. Вы говорили, ну и собственно написано об этом, что никому не верим, не верим никаким медиа. А кому верим? Где правда? Кто говорит правду? Я понимаю, что некорректно сравнивать, но когда ты никому не веришь и тебя в общем приучают, я бы сказал, никому не верить, потом в условиях, когда вроде бы очевидные вещи тебе говорят, скажем, во время какой-нибудь небывалой пандемии, говорят, что надо идти прививаться, вдруг интеллектуальным авторитетом оказывается Боня, высказывающаяся о том, что прививки это чипирование. Прошу прощения, если неверно цитирую эту лидерку общественного мнения, но кажется, что-то такое нанесло. Ну вообще в российской политической культуре, начинающей с поздно-советского времени, есть такое убеждение в том, что то, что увидено своими глазами, это правда, а то, что говорят в телевизоре, это ложь. То есть есть противопоставление фактов, увиденных лично, и лжи, услышанной по телевизору. Это было свойственно и болотным протестам. Я видел вброс, я видел кражу голосов, я видел ролик Навального и шубохранилища путинских чиновников, поэтому я вот точно знаю, что есть факты, а Путина мы не верим. То же самое про эту войну. Прошло много времени, и если раньше люди черпали информацию из новостей, в основном про войну, то теперь у каждого есть знакомый или знакомая знакомого, кто ушел на фронт, вернулся оттуда и все рассказал. То есть скопилось очень много личного, неопоследованного новостями знания о войне. Вот именно это знание и считается правдой. И привычно противопоставляется телевизионной лжи. Или там, наоборот, лжи типа Телеграм, где западная либеральная тоже пропаганда. И это очень интересно, потому что это личное знание, оно и выступает основой для критики войны. Мы знаем, что этому не выплатили, а вот они там погибают из-за глупости начальства или жестокости военного, а вот не дали там денег на обмундирование, вот и так далее. Но вот все это скопленное личное знание начинает неизбежно работать на то, что критика войны становится повсеместным и даже немножко продикализуется. У вас есть там этот мотив про то, что поскольку нет общественной дискуссии, все это не обсуждается, люди как бы придавлены, да, и они довольно рефлекторно вынуждены на все происходящее реагировать. В целом у меня сложилось впечатление, что это общество, ударенное обухом по голове, которое разумно полагает, что сейчас снова прилетит, причем не с одной стороны, а с нескольких, и лучше не вставать, лучше полежать, чтобы тебя совсем не покалечили и переждать. Такой у меня образ, а у вас какой? Вы бы с чем это сравнили? С одной стороны, кажется, что общество зависло, да, то есть оно как бы зависает между понятным довоенным прошлым и послевоенным будущим, которое хотелось бы, чтобы тоже было понятно. А сейчас ситуация временная. С другой стороны, мы понимаем, что это не просто временная ситуация, что назад дороги нет. И это на самом деле, скорее всего, начало какой-то новой жизни. У меня вот в последнее время сложилась такая метафора, что Путин, будучи контрреволюционером, то есть вот он испугался насчет Майдана, там болотной разных постсоветских революций и стал отвечать собственной радикализации. Да, вот как я сказал, из жуликов и воров они превращаются в принципиальных консерваторов. Контрреволюционеры всегда меняют общество, они не просто восстанавливают какой-то там старый порядок или оберегают старый порядок, они его обновляют, чтобы купировать угрозу революции. Но обновляют как? Вот Путин его обновляет, не возглавляя как бы общество, а просто меняя базовые настройки, систему. Вот раньше базовая настройка была коррупция и равнодушие. И как-то все вот приходило в движение. Теперь базовая настройка новая, да, это война, но далекая. Это что-то важное, это нужно как-то вот с этим жить, но это не будет лезть, кроме тех, кого мобилизуют, вам в дом. И вот дальше как-то реагируете. Как люди реагируют? Ну вот они развивают, например, патриотизм некоторые, да. Не военные, в смысле, что мы пойдем и умрем, значит, за Россию, потому что они не понимают цели войны. Но они понимают, что вся Россия находится в некоторой беде. Значит, вот появляется спрос, чтобы там вдруг о друге больше заботиться как-то вот. То есть после смены базовых настроек в обществе что-то появляется само, что-то новое. И вот оно как-то развивается, и развивается новая жизнь, о которой уехавшие, например, часто мало знают. Поэтому вот есть такое, мне кажется, вот немножко противоречие. С одной стороны, общество зависло, с другой стороны, оно начало жить по-новому. Но что это значит жить по-новому, еще не понимает никто, ни само общество, ни тех, кто его и следует. А обратно это откатить не будет сравнительно легко? Ну потому что, если есть война, да, мы к ней адаптировались, она далеко, мы ее стараемся не замечать, мы ее нормализовали. При этом от нас это игнорирование требует изрядного количества усилий, и мы хотели бы выйти из этого напряженного состояния, объявить что угодно победой. Хоть по линии соприкосновения, хоть отступление к границам 91-го года, что угодно, мы все примем. Вот это я себе представляю. А продолжение войны, или там большее вовлечение людей в эту войну, и когда она уже будет все менее и менее далекой, ну это кажется труднее, нет? Я понимаю, что это очень гипотетический разговор, это я вас втягиваю в какие-то слишком кухонные размышления, но тем не менее, если у вас есть какое-то соображение, я был бы рад. Я не буду делать прогнозов, но действительно люди очень хотят возврата к настоящей нормальности. Не к нормализации войны, а к настоящей нормальности. Именно поэтому, например, при всей аполитичности россиян, желание мира можно назвать уже требованием, то есть оно звучит вот так вот, да, и вот, например, очень смешно, что мы разговариваем с людьми, которые искренне собирались голосовать за Путина, да, и мы спрашивали, а почему вы хотите голосовать за Путина? И люди говорили, потому что главная задача для России сейчас – это мир. Но сдержать хаос войны и достигнуть мира может только сильной политикой, это Путин. Других сильных лидеров мы не знаем, только ему под силу перевести страну к миру. Нам это кажется чем-то странным, парадоксальным, противоречивым, потому что Путин не начал эту войну. Но для них вот это человек, которому под силу заключить мир. Конечно, желание – это очень большое. Более того, например, у нас есть вопросы про будущее. Люди говорят, ну мы не можем пока планировать будущее. Пусть это все закончится, пусть спецоперация закончится, и тогда мы снова начнем планировать свою жизнь. Неопределенность, как известно, повышает возможность манипулирования, да, если человек в нестабильной ситуации, он скорее склонен соглашаться с начальством в частности. А что может этих людей раздражать? Что может вывести их из этого столь трудно настроенного баланса? Почему они могут взорваться? Способна эта модель поменяться в силу каких-то причин? Я понимаю, что опять же протесты непредсказуемы. Кто мог предсказать, что какой-нибудь там полигон в Шиесе возмутит в двух регионах общественников и большую часть жителей этих регионов? Но вот здесь вы видите какую-то болевую точку, что ли? Если бы вы были оппозиционером, вы куда били бы? Не знаю, в Свердловской области, когда будут не только мужей забирать и возвращать в гробу, но еще и денег за это платить не будут. Это вызовет возмущение или нет? Это будет новый уровень адаптации? Вот самое главное в вашем вопросе, это фраза, если бы вы были оппозиционером. Протесты и именно политические формы мобилизации зависят не от злости и разочарования людей, а от того, есть ли оппозиция? Есть ли возможность? Вообще это очень интересно, что многие считают, что в России сложился такой режим и в России стала возможна война, потому что общество равнодушное, аполитичное и лояльное. Как раз все наоборот. Начиная с 2011 года, когда случились болотные протесты, стремительно развивались новые формы регулярного протестного участия. Муниципальные депутаты, протестный локальный активизм, штабы Навального. На всех выборах побеждали оппозиционные кандидаты. Это и было созданием новых возможностей для протестного поведения. И отчасти поэтому началась война. Ответом не на равнодушие, а на усиливавшее участие стал этот поворот режима к тому, чтобы не просто управлять пассивным населением, а чтобы бороться с врагами. С Навальным, с инвестициями и с внешними угрозами. И поэтому сейчас нет никаких возможностей для того, чтобы вот эта критика накопившаяся, злость или раздражение, как вы сказали, трансформировалась в поведение. Как только эти возможности появятся, мы увидим, конечно же, взрыв недовольства. Другой вопрос, что очень важна экономика. Пока экономика развивается стабильно, и вот насколько хватит этого запаса прочности, и насколько успешно военная экономика будет также обслуживать, скажем так, гражданские профессии и вообще гражданскую жизнь, вот от этого тоже будет зависеть, насколько в момент кризиса массовыми будут протесты. Вот я бы так сказал. Небольшое уточнение про солидарность. Пусть даже эта солидарность связана с помощью мужьям, сыновьям, братьям на фронте. Вот эта взаимовыручка, новые отношения, горизонтальные связи. Насколько это существенно и насколько это ново и важно? Это существенно, и действительно, наверное, это новое явление. Почему мы так можем говорить? Потому что, например, мы знаем по исследованию Сергея Ушакина, известного антрополога, что во время чеченских войн жены и матери военных погибших, вот они собирались вместе и устраивали как бы культ из этой смерти. То есть вместо того, чтобы травму преодолевать, они ее лелеяли, и вокруг нее складывалось сообщество, основанное вот на том, чтобы вновь и вновь переживать горе. Исследование в Бурятии позволило нам увидеть, что там все не так. То есть люди сильно нервничают. В Бурятии очень много мобилизованных. И вот эти женщины, у которых, как одна сказала, ну вот у меня много детей, там вот половина уже погибли, да? Вот эти женщины, они перегоняют свой траур и свое горе в такую бодрую вот эту вот работу по плетению маскировочных сетей. И там, да, происходит какая-то новая социальная связь. Там растет солидарность. Не за счет того, что мы вот сейчас вложимся и приблизим победу. Нет. А за счет того, что мы просто хотим помочь нашим близким, мы хотим трансформировать наше горе в какой-то вот энергичный такой труд. И вот они вспоминают советские времена, типа советский завод. Они говорят, вот у нас соцсоревнования. Мы вот трудимся, да? Они чувствуют, что они важны для общества. Даже для государства, которое им помогает. Они не понимают смысл войны, но им нравится то, что в процессе этого плетения сетей они чувствуют себя сплоченными и важными. Вот такого рода солидарность, да, она действительно появляется не везде, но это и есть. Она не имеет отношения к идейной поддержке войны. Это просто вот спонтанно складывающаяся новая социальная связь. эти уроки тебя могут научить. Вот досоветский человек, внесоветский, с трудом мог в какой-то понять момент установки, казавшиеся незыблемыми, базовыми для советского гражданина, человека с советским опытом. Немец, который уехал до войны, до прихода тотального национал-социалистов к власти, тоже какие-то вещи, наверное, не мог объяснить людям, которые остались. И они смотрели на своего соотечественника в том духе, что вы-то там прохлаждались, а мы-то здесь, под бомбами жили. Какое базовое, что ли, различие, до чего мы уже не можем договориться, те, кто остался и те, кто уехал, в чем вот эта поменявшаяся уже, очевидно, базовая установка? Она в том, что как раз из-за некоторой безидейности российского общества очень важен просто опыт жизни. Вот, например, противники войны. Их много в России. И очень интересно, что, несмотря на все давление обстоятельств, они не меняют свои точки зрения. Они были убеждены в том, что война – это преступление и ошибка. И они остаются ровно при том же мнении. При этом они втягиваются в эту новую общую жизнь, они все больше общаются со сторонниками войны. Но не про войну, а про что-то другое. Потому что общение с тем, с кем ты живешь вместе в одной стране, важнее разногласий. И сам этот опыт жизни вот в этой ситуации, он настолько важен и при этом настолько он неопределим в каких-то политических терминах, настолько он не осмыслен, что он как бы выступает чувством того, что мы другие. Мы живем там, а вы живете здесь. Здесь сложно сформулировать, чем это отличается, потому что это отличается не идеями, а самим опытом жизни. Опыт очень сложно перевести в слова, особенно в такое время. И поэтому вот растет эта напряженность. Чтобы понимать тех, кто живет внутри России, нужно понимать, какой жизнью они живут. Именно поэтому мы поехали в регион, именно поэтому мы перешли от интервью к этнографии. И мы надеемся, что вот это внимание к опыту жизни людей будет способствовать лучшему пониманию того, как с ними говорить на одном языке. Ну то, что вы сказали, это имеет отношение к моральному релятивизму и наоборот. Ну не то, что большой этической безупречности, но к желанию ее демонстрировать. Я-то уехал, потому что я против войны, а вы-то там. Тебе с той стороны отвечают. Да главное, чтобы человек был хороший, с пониманием, и со всеми можно договориться. Ну то есть по этой линии происходит разлом по идейной или все-таки на уровне практики? Ну вот я вам только что сказал, что разлом происходит не по идейной стороне, а разлом происходит по стороне практического опыта. Люди в России живут своей жизнью, люди за границей живут другой жизнью. И понятно, что эта жизнь совершенно разная. При этом, да, вы правы, когда начинаются моральные упреки, типа я уехал, потому что я против войны, а вы там все платите налоги. Ну конечно, россиянам, которые живут в России, им это непонятно. И конечно же глупо, что кто-то там их чему-то учит, кто вообще уехал. Потому что они живут в сложной ситуации, и они это понимают. Они знают друг про друга, что они все живут в сложной ситуации, и что они пока не понимают, как из нее выйти. И поэтому любые попытки их чему-то учить из-за границы просто смехотворны. На какой бы стороне ни была какая-то объективная мораль. Вопрос же не в том, чтобы кого-то осудить. Вопрос в том, чтобы что-то изменить. Чтобы что-то изменить, надо это понять. Чтобы понять людей, которые живут внутри России, надо понять их обстоятельства, их опыт. И искать с ними общий язык. И другого пути нет для оппозиции, для расистов. Спасибо огромное. Спасибо за интерес к исследованию. Всего хорошего. До свидания. Это был Олег Журавлев, исследователь лаборатории публичной социологии. Как бы не увеличивалось расстояние между теми, кто уехал из России и кто остался, не будем забывать, что пока это точно не пропасть. И даже когда многие люди пристают доверять каким-либо медиа вообще, важно продолжать поддерживать друг друга, говорить друг с другом, высказывать друг другу свою точку зрения, обмениваться новостями. Чем в сущности «Медуза», в частности, этот подкаст занимаются. К чему это рассуждение? К тому же, что я уже сказал в начале выпуска, то есть к тому, что если вы живете за границей, и для вас финансовая поддержка «Медузы» не очень обременительна, а главное, безопасна, пожалуйста, оформите регулярное пожертвование в пользу нашей редакции. Люди, находящиеся в России, делать этого не могут, а мы их и не просим, чтобы не подвергать риску. При этом именно читателям-слушателям в России независимая информация нужнее всего. Если вы можете помогать нам, вы помогайте и им. И напоминаю еще раз о цифрах, которые вы видели в недавнем обращении основателей нашего издания, и которые я, опять же, приводил в самом начале. У «Медузы» сейчас есть около 10 тысяч регулярных жертвователей. Это примерно из 3 миллионов читающих и слушающих наше издание на русском языке из-за границы. И примерно 450 тысяч читают и слушают тоже в основном из-за границы по-английски. Да что там, 3 миллиона или 450 тысяч. 10 тысяч жертвователей — это сильно меньше показателей даже не самого популярного из эпизода подкаста «Что случилось?». Знаю, что многие уже откликнулись и на мои просьбы в этом подкасте в частности. Стали помогать редакции с чувством, что как-будто отмахиваются от мухи. Ну вот на, на тебе деньги, Горин, только не зуди. Но те, кто еще не бил по мне мухобойкой, я к вам обращаю свое «ззз». А вы чего тянете? Почему ждете, пока я и вам прожужу все уши? Не тяните, пожалуйста. Если есть возможность, поддержите редакцию. 10 тысяч греков, если верить Ксенофонту, едва не свергли персидского царя и, отбиваясь от всей его армии, смогли вернуться из сердца Персии домой. Но и они по пути получали ранения и гибли. Их войско таяло и едва ли смогло дотянуть до своего родного дома. Они не могли бы в таком количестве и без пополнений идти слишком долго. Нам срочно нужно пополнение этих 10 тысяч. Все подробности, как присоединиться к тем, кто надеется увидеть дом, совершить анабасис, если угодно, по ссылке в описании. Это был подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. Скоро они услышали, что солдаты кричат «Море, море!» и зовут к себе остальных. Так, кажется, было у древних. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова